Глоботничек 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 Чтоб за аллой чертой, За последней огнездой крыльцей В той ночи золотой Пенетель на танец явиться. Колобой, чей, ромашка, Возник ночная пьянка. А начиналось все бодро и весело. Среди прочих полков есть лев гладейский полк, пехотный полк, лучший из всех, наиболее престижный. Здесь многие начинали свою карьеру. Он расковартировал в стопольме, он прошел со всей шведской армии, всеми дорогами Северной войны. Началось с того, что три державы, Дания, Саксония и Россия, нарушение договоров, начинали войну со Швецией. Естественно, это получается, поскольку Швеция владела огромными территориями, все побережья Балтики, со всех сторон. И после того, как умирает Карл XI, сразу же появляется безумный интерес пощупить этого главу 15-летнего короля, Карла XI. Не взяли обратно все эти владения, не взяли обратно все эти владения, не взяли обратно. Начинается война, и очень оперативно армия мобилизуется. Сначала разбивает Дания, десантом, как-то гендарь в Веландию. Потом перебрасывается через Малтикул, а освобождает душу. Потом отбивает русских в древние. Я еще буду говорить об этом. И дальше продолжается это блистательное, поражающее Европу движение. Попольшая погоня за Августом Сином, чтобы разбить его до конца. В конце концов, войска уходит в Балтаре. Большая часть оказывается сдана при переволочении. Лейт-гвардия переправляется на другой береги Днепра. И вместе с королем уходит в Бендер, в Турцию. И в августе 1709 года, по приказу короля, под руководством квартирмейстера генерала Акселя Юдинкрука, большая часть лейт-гвардии уходит в специальный берег до пираницы с целью спровоцировать русских перейти к Англиицу в Турцию, чтобы Турцию втянуть в войну. Происходит эта самая стычка. Юлия Флор, большая часть лейт-гвардии, попадает в плен. И вместе с прочими пленными, оказывается, в Сибири, в том числе в Кадольске, куда очень многих пленных заслали, овернутость из пленных принадлежит. Только уже после обобщения войны, после 1921 года, отыщенных в Турцию, в году 1923-го, и в Городии, когда в Кадрике, короля уже не вернулись. Итак, лейт-гвардийский марш. Ах, как нам шагалось в гробе трубу, или дал бы на здоровье барабан, а не страшно, невольно, первой на войну выступает лейт-гарнет. Эхо, раскатись по пранкам с Докольмом, точно на парад. Улыбайтесь, красотки, глаз не отвести от гвардейской походки. Грянет, что ли, дружно? Лужоные головы, с нами Бог, ребята. С нами Бог. Сбереган на Бог, нам теперь в Копенгаген. Снова через море, Нарварита и Польша, Словно растерялся ландкарть под ногами. В Швеции все дальше, А в Городных все больше. Что ж такое дело? Госят смерть свою жито, Но еще ли в Кварде не перебито? Будем государем, А плод и защита. С нами Бог, ребята. С нами Бог. А потом растралок, Добольской ночью Примется выкручивать Душу щипцами Черного полка, Переводучина, Черного прогулка. Под черновцами Сколько до рассвета, У чертой истории Сколько сотен миль, И от тысяч до моря Черта сглазь черта. Еще по-свою С нами Бог, ребята. И с нами Бог, Спит наш государь, В Итахольской гробнице. Мастер говорит, Так хорошо и смиренно, А в одной ноге Без гроша Но в столице Квардия вернулась Из русского плена. Что ж, заменли до утра И в барабанах Гремни по праву На путь деревянной И тут Кабачев Угостят ветерана Сыновей, ребята. С нами Бог. Па-па-па-па-па Па-па-па-ра Па-па-па-па-па Па-па-па-ра Мы тут Кабачев Угостят ветерана Для па-па-па-па-па Знамя Бог И теперь гордая И блистательная Тень короля Существо, конечно, Было уникальное И не случайно Привлекало внимание Магипарта Тут и Пушкин Тут и Гейденстан Тут и Стринберг И многие-многие другие Я не буду о нем говорить Потому что говорить о нем Надо либо много Либо ничего Я просто скажу Что 24 года После 6 лет войны Саксония В Этранштете Победив Даню Заключив свои дни Отбив русских Принарме И Наконец Подавив Августа Саксонского Заставит Его не вложить Корону Он торжествует Уже 24 года А он Победитель На который Смотрят все Итоги Его портреты Были Модным предметом Медали Медали Печатались По всей Европе Очень Конечно Другое дело Что На Северном фронте Он уже потерял Северном фронт Но Как говорится Он не считал Такой страшной Потери Потому что Он был уверен Что Он разогнался С Августом Сириным Теперь Двое из врагов Осталось Петр Первый Он пойдет На Москву И Делается То же самое Что Делается Августом И тогда Все проблемы В том числе И с Балтийскими Гаванами С Нарвой С Нейном С Новым Главным Решатся Сами Свои С Нейном Главным Решатся С Нейном Тобой Лечет Сиреней Парчи И Горностан Не Еле Соблюдаешь Девятность И Обет И Порыв На Тебе Подруга А Гость Дорогие Приезжайте В Альтранштейн Девять Часы Военного Досудя По Ура В Блеск Разгад Снамен И Шпаты Дочного Господь В блоке И Бешен Несется Синежелый Эскадрот И Есть Еще Дача И Дукаты В Кошелье Лев Семь Город Явился И Сполнил И Сил Смел Талью Одним Прыжком Куча А Соксовского Медведя Задав Куча И Август Соксовского Куча Блистательной Эпохи Сияющий Рассвет Отпразднуем Торжественных Вен А Гости Дорогие Приезжайте В Этранштейн Вы Как Хотите Я Туда Поеду По Покутанам Европы Леск Развернутый Замет И Шматы Точно Модные Господни В Кулаке И Меже Нанесется Синий Желтый Скадрон И Есть Еще Дача И Дукаты В Кошельке Как Хорошо Что Будущее Спрятано Во Мгле И Ветные Догнули В Поведенье Когда В море Вернешься Найдешь Страну Залей Немерзлых Неоплаканные Синие Так Пей же Пей Сгубка Ждет Своих Побед Пока Летят На Твои Державы В Клюш Саксонском Местечке Альтранштейн Откуда Так Далек До Балдар Покутан Над Европой Плеск Развел Вот этих Знамен И Шваб И Точно Молд Не Господ В Плаке И Бешено Несется Синя Желтая Скадров И Есть Еще Надежда И Духа Дет Кошельке А это У нас Тень Не Подержали Тень Голова Величай Я Занимаясь Темой Короны И Нарвы Вдруг Заметила Странную Симметрию Что Нарвская Битва 19 Декабря 1700 1700 Года Разделила Почти точно Пополам Жить Короны И Нарвского Потому Что Он 18 Лет Побеждает В этом Сражении Побеждает Странно Красиво Поборочно Но Изящно Как-то Оперно Приходит На помощь Осажденному Городу И Вдруг Поворачивается Ветер В сторону Русских Слепит Русских Метерью И При Соотношении Сил Один К четырем Шведы Разбивают Русских Ходят Нарву Колокольным Боем Встречает И Столица Германдандии Король Горцует На сером Скакуне Легендарном Бран Климпоре Проходит Еще 17 лет И Такой же Декабрьской Ночью Погиб Под Маленькой Норвежской Крепостью Фредрикстен Высунувшись Из окопа При каких-то Странных Обстоятельствах Понятно В общем Были даже Версии Что Убитый Он Был Своим Неизвестно Скорее Всего Все-таки Поскольку Был шквальный Агент Сестра Крепостью При этом Стран Все-таки Скорее Всего Все-таки Билен Амешцы По свидетельству Офицера Андре Сикр Королевского Возьмутанка Нет По другому Свидетельству Я забыла Прошу Прощения Сикр Сказал Когда Увидел Убитого Короля Сикрепостью Прощущена Был Сикрепостью Что еще Не сказал Сикрепостью Крепостью Павла Марго Это было Второе Второе Натвское Сражение В августе 1704 Воды И когда Король Об этом Узнал Он По словам Современников Как-то Сжался И ничего Не сказал И измениться В лице Почему? Он потерял Многу Крепостей Он Утратил Все Большие Крепости В Верховной Индии Что тут Было Что Льв Провидело Что-то Такое Или Просто Это Нарва Была Каким-то Символом Шведской Опорой На Балтике На Восточном Передине Неизвестно Это была Самая Современная Тогдашняя Древнод Крепость Она была Почти Целиком Перестроена По моему Плану Потребов Тогдашней Кратификации Там было Девять Гастионов Я правильно Перечисляю Двести Симон Девять Два Блоки Достроены И они Называются В честь Античных Божеств Виктория Глория Победа Славы И так Дальше Ну что еще Сказать Кажется Я все Сказать Кроме того Что Когда русские Нарву Так взяли Поскольку Крепость Не сдавалась С нездающимися Крепостями По военному Праву Поступали Слово И Победители Обычен Писеченского В этом случае Обычен Писеченского Тоже Говорят Что Пятый Первый Был Вынужден Ищен Пешаться И Остановить Солдат Солдат Над Балтикой Сонной Бессонной Восточной Границы Надежный Закон Виктория Грой Папсы Гамон Фома Триот И Фортуна Звезда Звезда Моя Грой Облёг Твои стены Исчисленный Браг Как тучи Скрывают Цветила Но светлая Шпажа Рассеяла Браг И тьма На восток Раступила Виктория Голубь Плещет Крыла И Фома Крубит Не смолкая И Вдолит Ей Ушки И Голота И Серый Бранкли Подкрызет Дела И В небо Ответа Блистает Зашла Бортуны Звезда Золота Звезда Ему Нарва Но Страшный Полчище Край Петля Опять Он Стуноет К Порогу О Как Ту Свалан Своего Кровя Он Слышит Он Вышит Подмолв А Куда Виктория Фон Углор Держаться Не Даться Им Руки Но Взор Банкли Стены И Рухнул Закон И Преократилась Будящий Костер Кравый Подок Неизбытный Уход Звезду Унижения И Муки Звезда Моя Нарва Что Волос Не Выгод Неволь Дрожь Он Смолкнет И Слышит Об Этого Как Будто Увидит Засмывший Аброш Под Звездом Мигающим Светом Звездом Звездом Охонщик Вес Идем Господа Сосед Вер Упал Звезда Ей Никогда Ты не Поднется Звезда Его Нарва А теперь Тень О которой Я уже Начинала Говорить Пока Еще Все Не Собрались Это Банюрская Тень Что Многие Уже Знают Тем Кто Еще Не В курсе Что Когда По Столгосскому Миру Кингер Моландия Перешла К Швеции Здесь Оставались Земельные Угодия Курских Говорян И Решено Было Так Что Если Эти Узкие Говоря Не Проседу Швеции Король То Они Сохраняют За Собой Свою Мощность Если Они Этого Не Хотят Делать То Пожалуйста В Дубни Дельный Слов Чемодан Могла Отводиться И Восемь Родов Приняли Коперцеву Шведскому Королю Присегнули И Были Приняты Были Утверждены Как Шведские Аристократические Роды Но Их Назвали Баюры Это Были Русские Русского Происхождения Шведские Двовянские Фамилии Среди них Рубцовы Аполлёва Такой Аполлов И В том Числе Пересвет Мурат Вот Одним Из Потом Этого Рода Александр Пересвет Муратов Профессор Устагольдского Университета И Славист Замечательно Я знакома И Он Мне Подарил Идею Эту Песню Я Эту Песню С Благодарностью Посвящаю Эту Песню Памяти Романского Офицера Или Божирельник Ее Верой Карл Пересветов Полковник Оба Нэнского Королевийского Полка Который Был взят В плен Пренарми В 1774 Году Потом Находился В Москве В плену Выступил Поручителем Одним из Четырех Поручителей За Шведского Полковника Который Был Откущим На Переговоров С Который Не Вернулся За Что Все Поручители Были Наказаны Сидея В земной Темнице В Москве Как Многие Шведские Пленные Он Поник Сидея Пенетизм Пенетизм То есть Личной Ответственности Человека За свою Судьбу Личной Ответственности Перед Богом Не через государство Не через Церковь А через Прежде чем Через Себя Через Свою Словесть Петин Получил После Поражения В Северной Горнии Получился Большое Сустранение Он Кстати Преследовался Сударством Такой Дневидительство Но Его Данисли Плен Собственность Вот что Его Заре Не Дороги Все Их Права Гранить И Закон С Него Довольно Борус Точке Земли Нежу Комнями Комнями Склон Но Дел Ужишься Тем Прич И Нежели За Эт Перст Текущую Меж Мальцем Божьей И Моей Печай Я Будем Скидаться Не Убирают Бог С Страны Бог Страна Тебя Настиг С И Поведут Дорог Мой Мой Московский Плен Где Под Семей Моя Я Сырая Тьма Досальная Свеча Кривой Солдат Принес Сухарь И воду Любезнейший Дорог Дорог Толк Дорог Дорог Ясно Все Без Перем Дорог Я В общем Словно Хоть Важно Зак Дорог 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Либо это происходит в мемуарах, либо это происходит в действительности, этого не знаем, но Тюрек Герке в своих мемуарах пишет, в то время, во время Головчинской битвы, он был к правой мемуардией, он пишет так. Об эту пору начал также некий господин Анкаргель, капитан Гвардия и Феонид по имени Мурдене приниматься предсказаниями, по которой причине звали их все не иначе, как пророков. Они говорили о нему несчастья, грозящем королю и его армии, ссылаясь при том на ее откровения, бою оба с усердных штудирования. За вечер до Головчинской битвы капитан Анкаргель имел случай подтвердить свои способности. Встретив своего брата, также капитана Гвардии, который шутил со своими товарищами, он обратился к тому с величайшей серьезностью и велел привести в порядок дела, ибо на другой день будет большое сражение, и тот в нем погибнет. Брат не придал этому большого значения, как и его влиятель, что в шутку спросили пророка, какого будет вступить вели их собственную мощность. Он же отвечал каждому и рассказал в ответ на их вопрос, что сам будет в раме и в скорости умный. Все эти провинциания сбылись полностью. Кончается счет удачи, начинается счет беды, Кончается счета, что не nuevas. Кончается счет 기대ания, как и его вставят Hallo Lub黑, икоlever Guardia those who are too much forенс는 버전 Logan — Усердце моё восплажек인, Твой у дальней воды. И из тех, кто будет мою, немного ведет назад, Спасется в чужом крою король к sequences. Думан о требам Замолчите, капитан Панкарьер, Тоже в гвардии нашёлся пророк. Этот чёрт вас говорит, или хмель, Лягте спать и всё пройдёт, видит Бог. Идёт Господь, трубая, сорвала печать, Когда говорит судьба, А смесь ли я мучать? Усиливать сто крат, Трубой трубит и трубит, Готовы завещанье брать, Ты завтра будешь убить. Не смеши, это капитан, Это гневная игра, и это труба, Это глупость, сказал капеллаш, Да и грех ещё такой вражон. Смеёшься, смейся, как раз, Пою, чем боится, и сам. И что подъедет мой брат, А слева уйду и сам. А Бог да будет с тобой Одиннадцать долгих лет, На страшных лете, кто Бог, Который на картах нет. Улыбался капитан от корней, Светлых глаз не отводя от огня, Причастившись и в чистом белье, В ожидании утра сунда дня. Светлых глаз не отводя от огня, Светлых глаз не отводя от огня, Застыло войско в перевеске, Нас незаметенных разменка, И только сонный ворстлых всплески, Да вот когда-то пахнусь лет венка, Светлых глаз не отводя от огня, Светлых глаз не отводя от огня, Светлых глаз не отводя От алл buses сам. В отрывах вечера — огонь, Свежой башней махнет кромко, Наш царь покажет в всей Европе, Что русский бог в тебе не ромко. Скуси патроны, целься сто ногам, Подпусть темнецам ближе к яме, И что ли, на тревогу, Держи прицел под головой. Правы они, не правы, И дрейх ребятушки с нами, Ох, от народа и до полтавы, Чтоб не хрестем преподать урок, Сушь ты грамя святодаться, Чтоб не трон не тратим вряд, А ну не ровейте в разы, За нашу веру зацаря. Па-па-па-па-па-па-па-пам, Па-па-пам, Па-па-пам. Грянет зал, как вспышка львы, Вольгон Господа на снимке. Семерец далека думается, Навек останется в огнику, А дома горя, дома горя, И ни к чему обея в ду. Потому что лет сорло, Дерево, края сорток Европы новой, Может ножницы и держа, Живой нитка хрустит вортной, От нормы до болтавы Костя и истины шел двойной. И что ему эти одни, Их провода ему длеют шву, Спускаются с неба ангелы, Кружат, как хованы на стерву. Папам, 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 папам. Я прошу прощения. Следующий день, это Нюхан и Китва. Лакей Карла XII, который был потом произведен в Кафе Бейкера, Но в Кухмистера так произведен не было. То есть история такая. Он оставил бемуары, причем бемуары он написал в Алтавской гриппе. Он написал бемуары на год на поздно, Уже в старом годах, когда короля Карла XII недавно имел ученик. Видимо, рассчитывая не только обессмертить себя, Как-то, так сказать, прилинув к известному имени, Но и, может быть, теперь Пенсион, могу издать, но знал. У него довольно странные вещи в этом самом тексте попадаются. Например, известно, что Карл XII командовать битвой не мог. Он был ранен, у него была лихорадка, Был ранен левую ногу перед болтавским сражением. Но он, например, пишет так. А я, хоть и оказался поселить множество из 30 тысяч вражеских калмыков, Что тогда во огромных количествах надвигались, Вышившие уже искусство и помышляли о нашей артиллерии, О побои, который стоял в Буховном Балтавке. Однако глаза их ослепились, И я выбрался счастливым и благополучным. Нашел затем снова на поле его величества, Который тогда посреди коры, обращенного против калмыков, Командовал несколькими тысячами, шестью, двадцатую порой. И, как бы его величество, командовал со шпабовой руке, И в сапоге, со шпорой на правой ноге, Соскочил я с лошади, И поднял винты, что намотаны были на ногу его величества, И тогда была челюсть не в чистоте, И отер я рукомом свою кровь, Что вытекала из раненой ноги, И вокруг нее поспешно те винты завезла. Там дальше есть еще замечательное. Например, явились ведь маршал, ревшер, Играф, Лев, Фьюбер, то есть ревшер и ревшер, Играф, который круг поля рекоменсковая, Что противник предпринимает, Сказать его величеству, Что полчища, сорок тысяч человек, Стремительно приближается, А впереди многие лакеты, И по десять орудий на каждом лакете. И дни зарядки с ядрами, И издалечья дают славу. А еще он стихи писал, Порой солнце лихо мочится в крови, Но после снова ясен небоскоп, Все милости в небо голубое, А то царь небесный нам надежды шлет, А то царь небесный, Чьей боли все вершится, Да будет Карл, а ты храни, А в недугах его, И на лак твоя десница, Твоя да будет снова милость с ним. Хюлькин сопровождал Карла Гуманского До самой смерти, И позвал ему последний В его жизненный ужин, После чего король, Якобы был настолько доволен Тебюрином, Что сказал бы тебе кухнистерам, Тебюринам. Но тогда Тебюринам Сказал, что Ваше Величество, Записали бы это, А вот это нету, Поэтому выпишу потом, А потом у него рассудили. Так он беспокойся. Этот факт вам указывает Своим фактам. Долгий срок отпущен нам, Но мы не помним. Всех слезнет забвенье, Коровьевым языком, Доволь старателенный двойник, Слепи пером усилен, Чтоб перед вечностью Смокнуть, И списанным листком, Наши ленивые сонки, Бесламенные дети, И потому смешутся Днем искрая дня. Да не забудут Королев, живущие на свете, И в этой, может быть, Связи, Прекут и меня. Тебе историк упрекнет За тысячи ножей. Лакей твоей пристрастностью Лакейской уходит, Издатель скажет, Здесь смешок, Дескать, Смоклинивых, О старых юридманках Умелье так говорит. Господь привел мне Маму, Моголец, Алина, О битве, Где следителем Случилось, Стать и мне, Как Бог хранит Величество, Затмит глаза Коломытом, Летящим Со шпатой, Но в его коне Муха, Запомнись, Имена, Когда мелькают Иц, Шамкают За лошади Стволы, Людка, Течь, Когда носилки Слоны, Дело Очевидца Искать Пыль, Вперед, И то, Что есть, И речь. Обрыгами Построгие Средни лагонки, Разбитые Ядры, Стрелы, Носилки Гораля, У самого Полонца Да, В лесу, У самой Громки, Когда войска Разбитые, Обозу шли Пыря. Рука славеет, Глазнет взор, И день Сменился Уши. Устал старик, Устал, И кухня Отдопил. Она уже Недалеко Твоя Переволочена На том, Ответь, И же берегу За правду И за ложь. Я был С величеством Потом, Когда ушла Удача До той Последней Вечери, Как он Жагнул Во тему. И, кстати, Он меня В тот Трик, Кухминстер, Назначил Указать Одна Бог Свет В Симу. Итак, Армия разбита. 20 тысяч человек Сдано Для Венгалов Кухни-Волочни В плен Попали Наиболее Яркие И Спопоставленные Миничные Скиз окружения Карла 12 В том числе Минерал Эвендуал В том числе Глава Полевой Пацелярии Карла 12 Карл Пикер Карл Пикер Был Известный Чеморовед Он Был Примерно Всем Кто Понимает Что Сейчас Глава Принцент Экспер Станции То есть Это Какая-то Какая Должность Он Собственно Он Визировал Приказ Но Говорят Что За Визирование Приказа Получение Чина Ему Поводалось Растернуть И Чина Отсорить Говорят Взятки Он Брал Остражительно И Вот Этот Человек Оказывается Выступ Вину Он Участвует Среди Прочих Шведских Клиников В Шестни Торжественном Устроен Петром В декабре В Москве Идет Пешком Минус 65 лет И В плену Он Проявил Себя Сошел В Другой Сторон Замечательно Он Делал Производство И Учил Делал Всех Плен Он Организовал Помощь Плен Плен В том числе И за Свой Счет Были Хорошие Счета В Счет 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 Петру Большой Милость Почему Непонятно Темное И Мирон Шестивульский Крепость В Шестнадцатом Родину Так и Имя Потому Что Родина А Родина Него Осталась Жена Кристина Керрюфлюк Родавида Мадам Которая Сделана Седра Папуски Свадьбы Она Прославилась В частности Тем Что Ее Очень Не Любила Швейц Счет Считалось Что Пипер Перед Узятки Какие-то Наряды Какие-то Носельки Не Так Вот Ну вот Такой Старый Пипер Рассказывает О Параде Шведских Пленных В декабре 1709 Года Про этот Парад Есть и Другие Свидетельства Лейтенант Матя Слит Из Конского Сословного Драбутского Полка Тишина Примерка Во время Шествия Мы Претерпели Множество Насмешек От Русских Каналей Которые Тысячи Настояли По Обе Стороны Дороги И были Ужасны Шествия Длилось С утра До вечера Когда Мы Прошли Через Последние Триумфальные Ворота Расположенные Напротив Немецкой Слободы Напротив Которые Мы Вынуждены Были Долго Стоять И Ждать Голодные И Усталые И За Целый День Нас Вокруг Погубав На Мусочках Хлеба К тому Жен Мороз Это Взгляд Побежденный Он Естественно Не объективен И объективность В таких случаях И А Белый Усталые Немецкой Сочasil Которые Жен Колокольный Для боли И Скак Света Глудит Нестерпимо Музы И Как Элит Продолжение следует... 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 Потому что для короля соображение спасти армию, это не первого плана, а первого плана, как это безбойно, как это бесчестно, ну как для привечья, чуть-чуть, да, просто, значит, посидел, подумал и сдался. При том, что король, да, все переполучили, если бы король не был ранен, если бы он был в нормальном состоянии, он бы, конечно, не переправился за переволоченную с частью людей, да, если бы была переправа, то переправился по всей, ну, в общем, неизвестно, как все повернулось, кто ничего не знает, гадать бесполезно. А имели мы эту печальную тень на срустную длину, после того самого аппарата хлеба, вот они, к высшему генералитету, к высшему генералитету, в этот первый устроил, там, вместе с ними, некоторый был прием, угощение, и вот они с юлиным руком напевают остатки и жалуются. Жалуются генерал, он любит свои проблемы, он убил тоже плену, его тело будет доставлено в шленскую пленную землю, да. Субтитры создавал. На воскресенье звание толкало, Состало неубранное вино, Нас осталось другое устало, Слушать полковник Юлингру. Больше мне тут несколько говорится, Пейте, пейте, надо сюда пить, Нет, вы пейте и слушайте, мой друг. Я ему писал другого дня, Королю, ну да, но он сердит, Он теперь во всем принят меня, Никогда, наверное, не простит. Сам ушел с романками на юг, Мы остались тут на берегу, Я в долгу, я больше не могу, Налейте мне и выпьем Юлингру. Было мне виденье лесной, Ваненгург был он по тьме лесу, Корпус превратился в перегной, И не у меня шерсть голосовой. Если отвратил Господь свой лифт, Если все предрешено судьбой, Не пошел я в отыскану бой, Я все же генерал, а не мясник. Пусть моя душа узнает боль, Ту, которая не знавала плоть, Разве в силах наказать королю, Там, как наказал меня Господь, Может, был я сквертый командир, Но я это мне сочтут в беду, Я умру в египетском плену, За то, что сотворил себе кумик. Хлопья снега бьется на стекло, Как о шансе призрачный отряд, А в пендерах тихо и тепло, И должно быть тяжелее стукна, При ней лежа вся земля, Вся легла вина на одного, Стас полковника выпьем за него, Господи, пойми королем. Господи, пойми королем. Аксель Юрий Круг, к которому обращена предыдущая песня, Генерал-квартирмейстер шведской армии, О котором король говорил не легко узнать дороги. Он ушел вместе с королем на другую сторону Днепра, Передав карту, наклеенную на доску, В кишенках, в том месте, где происходили приказы, По приказу короля, Передав ее генералу Днепра. Юрий Круг попал в плен после недели с Лупипера, О котором я уже говорила. Одно время был как ты шпикер не в себе, То есть какая-то новая депрессия, Что-то такое. Он написал в плену по поручению Ревенгалта, Достоверную ревиацию о том, Что сходил как Полтавы. Жил он сначала в Москве, Потом он жил в Воскресенском под Москвой. И из этой всей генеральской кампании Он как раз в Швеции вернулся И даже в губернаторство. Но это он в своем таком тяжелом состоянии Находится в Воскресенском под Москвой Вверх и ночи. Синий свод над рыжей землей пологой, Душный дух колосьев чужого хлеба, Насекомый сломан кривой дорогой, Что змеясь уходит обратно в небо, Что туда пойдешь по ней, Что оттуда. Как-то нет, но я и рискал-то знал. Все одно город, И оттуда. Синий свод над рыжей землей, И оттуда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пролагает из-под вольпуть погром И печально подъемт черные флаги И слабеет раду голос и робки Воротись во звук Собери гуман И отдайте ремзу для растопки Война в раздражении Русское направление утрачено Но как 12-й потерял еще надежду Решить судьбу войны на другом фронте Второй норвежский хохол Декабрь 1718 год Ночь в крепости Норвежской крепости Креприкс-Вен Когда король выслал Сеглакова И, наверное, был убит Выстрелом леса на руле К тому времени Мнения о нем в Швеции были разные У Стринберга В его пьесе «Король 12» Довольно какие наглядно показаны Поздражения Которые-то бесконечная Бездонная эта война Называют в Швеции Сколько она жизней поглотила Сколько она поглотила в мире С другой стороны, что было делать Неизвестно как Ничего неизвестно Про смерть я ничего не знаю У нас есть другая версия Вот одна из версий Это свидетельство Вот этой безымянной тени Только тут есть песня «Оршивка» Там упоминается шрафнель Который шрафнели тогда не было Как артили Бесерды оборвалась нить И все глядят морозно Гришка, пора заговорить О ночи той морозной Где в черном небе Сын звезд, как дыль от шапы Где из окопа в полный рост Ставь и гостей А ну, смотри Всех не сужу, а сам скажу Тогда повысь, как грешно А вот ты привел нас к кабыжу За коем мрак промежший Соря деньгами и людьми Смеясь и не жалея И нападал, молчал, возьми, возьми его скорей. Рядом шлятся бес и точно ждал сигнал. Викнув, как мысль звезда с небес, сорвалась и упала. Миг назад еще живой, гордец веселой мины. Умок, пропитый головой на грех, мерзнет клинок. Да, говорит-ка, брат, безмолвный, тут слова невыносимы. Омрак земной сквозь дырки звезд бьет свет, неукрасимый. Но боль в груди тупых штыков ворочает за сном. И сладу тебе этот ком не скатится, не сладу слов. Король Карл погребен перед ароматом в Кольске, в Стокгольме. Покой ему там, бедного, нет. Уже очередное готовится к скрытию крови. Может быть, это тому ему нет, похоже, что, ну, как бы это мотивируется тем, что непонятно, хотят все время выяснить и уточнить. Отчего нам все-таки погиб? Свои выделили и чужие. Как будто скрытие костей, что-то такое сильное изменение. Да, известно с какой стороны дырка. Рентгенские снимки все есть. История такая. Но можно только предположить в рамках нынешнего, нынешнего музея, раз мы называем тени, что эта, в общем, инициатива отчасти исходит отхода изнутри. Потому что в последний раз мы обскрыли в 1917 году. Продолжение следует... Это решается инициатива. Есть тогда что-то, когда осенней ночью призраки воинов несутся по небу и продолжают незаконченные сражения. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...